День с толком Алтайский край получил 4 новых вагона для пригородных маршрутов. Где они будут курсировать и какой сервис предлагают пассажирам? В Барнауле начали строительство стела «Город трудовой доблести». Как выглядит площадка? Материнский капитал теперь можно направлять на оплату частных детских садов. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Это сделано для того, чтобы повысить доступность дошкольного образования. Правда, важное уточнение – у индивидуальных предпринимателей, которые владеют частными садами, должна быть лицензия на образовательную деятельность. Добавим, что ранее в Госдоме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку авто. Авторы инициативы считают, что это будет актуально для многодетных семей. В школу возвращают группу продленного дня. С нового учебного года это будет полноценной образовательной услугой. Финансировать ее будут из бюджетных средств. Попасть в группу продленного дня смогут ученики с 1 по 7 класс. Для этого их законные представители должны написать специальное заявление. В программе детей запланирован послеобеденный сот, сон, что особенно актуально для первоклашек, двух- или трехразовое питание. Но, по словам специалистов Краевого Минобра, продленка – это не только про поспать и поесть. Это и подготовка уроков, это физкультминутки, это и прогулки на свежем воздухе, это и игровые моменты. То есть соблюдение. Там еще целый режим дня, который ребенок соблюдает после уроков. А еще подготовка домашних заданий, чтобы разгрузить вечера и для детей, и для их родителей, и культурные мероприятия. Присматривать за учениками будут педагоги. Добавим, что еще 30 лет назад группы продленного дня были обязательными. Но к 2022 году они работали менее чем в трети российских школ. Судя по статистике федеральных изданий, 17% посещающих продленки – это дети с 1 по 4 класс. В стране регулярно поднимался вопрос о том, чтобы вернуть продленки в обязательном порядке. Этим летом федеральные депутаты установили единые правила для групп продленного дня. Четыре новых вагона будут теперь перевозить пассажиров на пригородных железнодорожных маршрутах края. Алтай-Пригород получил их от РЖД в честь Дня железнодорожника. Еще одну гораздо более масштабную партию вагонов обещали поставить к Новому году. Подробности у Татьяны Голубевой. Станция Сузун, Новосибирская область. А это те самые вагоны на локомотивной тяге, которые скоро будут курсировать по маршруту Барнаул-Рубцовск-Барнаул-Бийск. Комфортабельные, светлые и вместительные оснащены кондиционерами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, экологически чистыми туалетами. Губернаторы Алтайского края и Новосибирской области смогли оценить вагоны, на которых предстоит путешествовать пассажирам. Когда садишься в такой вагон, и тем более начинается движение с тем уровнем обслуживания, который в настоящее время компании Алтай-Пригород удалось достичь, это, конечно, еще, мне кажется, и удовольствие, и наслаждение. Поэтому и туристические поездки все больше и больше набирают интерес. Губернатор отметил, что вагоны – это серьезный объем инвестиционных вложений. Каждый обходится в 70 миллионов рублей. Пассажиры еще скажут спасибо за такой подарок. К тому же он не последний. Это начало такого масштабного или даже окончания обновления подвижного состава, так называемых пригородных поездов на локомотивной тяге. И до конца года еще 26 таких вагонов будет, поэтому мы полностью практически обновим подвижной состав пригородных перевозок в Алтайском крае. Сейчас Алтай-Пригород используют для перевозки 14 электропоездов и 62 пассажирских вагона. За счет новых планируется усилить направление, где нет электрифицированной железной дороги, а именно Набийск и Рубцовск. Татьяна Голубева, день с толком. Крупное алтайское предприятие «Кучуксульфат» возглавит новый руководитель Альберт Худайбирдин. Это подтверждает документ за подписью замруководителя Росимущества. Предыдущий генеральный директор Павел Крючков продержался в кресле руководителя менее двух недель. Информации о новом директоре пока мало, но под этим именем, по данным интернета, стоит индивидуальный предприниматель из Башкирии. Напомним, акции «Кучуксульфата» с недавнего времени пришли от частных лиц государству. В Алтайском крае Росети Сибирь готовит электросетевой комплекс к зимнему периоду. Энергетики сейчас в самой активной фазе ремонтных работ. Всего на ремонт оборудования в регионе направлено более 500 миллионов рублей. И еще 561 миллион рублей на техническое обслуживание. Почему энергетики готовятся к зиме, начиная с весны, смотрите в следующем материале. Выключатель соответствует всем нормам технической документации, не требует вмешательства. От подстанции в 110 киловольт Подгорное зависят тысячи потребителей. Трамвайное управление, промышленные предприятия, торговые центры и даже речной вокзал берет питание именно отсюда. Сегодня на самой крупной подстанции Барнаула проводят плановые ремонтные работы. У нас есть график, по утвержденному графику мы проводим планово-предупредительный ремонт. Соответственно, по графику мы выводим оборудование в ремонт, делаем соответствующие замеры, дефектуем, визуально осматриваем. В такие моменты мы выясняем начальную стадию дефектов или неисправности, которые нужно устранить, чтобы не произошло технологическое нарушение и, соответственно, перерыв электроснабжения. Все это позволяет увеличить надежность электроснабжения в зимнее время года, к которому энергетики готовятся уже сейчас. Дело в том, что во время метелей, дождей и аномальных температур чаще всего происходит сбой в работе электрооборудования. Чтобы предотвратить и минимизировать аварии, сегодня энергетики проводят ремонт во всех уголках Алтайского края. Они меняют изоляторы на линиях, ставят новые опоры, ремонтируют трансформаторы и другое оборудование на подстанциях. А еще чистят просеки, чтобы, например, во время урагана деревья или ветки не попадали на провод ЛЭП. В планах на этот год отремонтировать порядка 8 тысяч километров линии электропередач 0,410 кВт. При этом мы планируем поменять порядка 18 тысяч изоляторов, 2,5 тысячи опор. Кроме этого будет ремонтировано еще порядка 1600 КТП. В апреле уже начинается проведение основных работ на подстанциях, на линиях. То есть заканчивается зима фактически, вы уже к новой зиме начинаете готовиться? Ну, можно сказать так. Сегодня уже выполнено 63% работ от годового плана. А закончить ремонт энергетики должны до 1 октября. Добавим, что ремонт линий подстанции иногда требует временного отключения электричества. Ведь работать на объекте под напряжением нельзя. Но плановые отключения – это всегда лучше, чем внезапные перебои и аварии, особенно в зимнее время года. Елена Макаренко, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Офисную бумагу для алтайских чиновников стали закупать на 60% дороже. Об этом рассказал замминистра экономического развития региона Денис Тишин во время онлайн-конференции. Напомним, в марте этого года наблюдалась острая нехватка бумаги. Ее спровоцировал дефицит ингредиентов для изготовления продукции, прежде всего реактивов для отбеливания. В итоге бумага подорожала в несколько раз. Поставщики готовы были ее поставлять по 1000 рублей за пачку, в то время как прежде она стоила в среднем 250 рублей. Контракты срывались. Но сейчас закупки проходят в прежнем режиме, в районе 400 рублей за пачку бумаги, сообщил замминистром. Несмотря на большое количество обращений о том, что мы не будем исполнять контракт, в итоге у нас на изменение существенных условий вышел только один заказчик. Вот в части повышения 100%. Напряжение, безусловно, спало. Как будет изменяться рыночная цена, тоже надо смотреть. Можно несколько факторов повлиять и на снижение. Будем надеяться. По словам Дениса Тишина, отечественным производителям удалось сравнительно оперативно перестроить мощности и изменить логистику. Нареканий к качеству поставляемой бумаги тоже сейчас нет. Муниципально пассажироперевозящие предприятия планируют создать в Барнауле. И за счет городского бюджета намерены купить автобусы. Меры по повышению качества транспортного обслуживания в краевой столице и развитие отрасли в целом обсудили в мэрии города. Почти 600 единиц общественного транспорта выходит на улицы и больше 250 тысяч поездок с помощью него ежедневно совершают в Барнауле. Множество маршрутов, включая пригород, пассажироперевозчики разных форм собственности. Одним словом, транспортная сеть – сложная система, которая требует осмысленных решений и немалой финансовой поддержки. По состоянию на 1 августа 2022 года для организации городского пассажирского транспорта бюджетом города предусмотрено 477 миллионов рублей. В том числе на контракты 202 миллиона и на городские субсидии 274 миллиона. Год от года, подчеркивают участники совещания, финансирование растет. Как и в целом, расширяется комплекс мер по поддержке и пассажиров, и перевозчиков. Так, для удобства школьников и студентов с сентября начнет действовать единый проездной. По нему можно будет проехать на всех видах транспорта, где действует единый тариф. А в помощь перевозчикам поддержана еще одна инициатива партии «Единая Россия» по выравниванию тарифов в пригороде Барнаула. Все расходы компенсируют за счет городского бюджета. Немаловажные решения, которые достаточно давно назревали, требуют еще больших бюджетных средств, но тем не менее такие решения приняты. Это обуравнивание тарифа пригородных зон. Таким образом, на территории города будет единый тариф 28 рублей, если мы говорим про наличную плату. Еще больших затрат потребует кардинальная мера по развитию транспортной отрасли. Вячеслав Франк предложил создать в Барнауле муниципальное, или проще говоря, городское пассажироперевозящее предприятие. Это дорогостоящий продукт, поэтому мы здесь будем советоваться также и просить на помощь его общественной палаты, у депутатов. Без софинансирования, наверное, из правительства Алтайского края это сделать будет очень тяжело. Идею главы Барнаула поддержали общественники и депутаты. Но прежде нужно четко определить источники финансирования и добиться участия в программах, которые позволят купить новые автобусы. Это станет ощутимой поддержкой барнаульских пассажироперевозчиков, подчеркнули участники встречи. Елена Макаренко, День с толком. Промышленникам нужно совместить технологию и экономичность. Тогда производство активированного угля в Алтайском крае может быть рентабельно. После новости, что известные каждому абсорбент будут производить в нашем регионе, мы решили обратиться к ученым и узнать их мнение. Известно, что самый лучший активированный уголь получают из древесины твердых пород или плодовых косточек, а еще из кокоса. Но в Алтайском крае его планируют производить из лузги кричихи, овса и подсолнечника, а также древесных опилок. Когда мы получаем активированный уголь из какого-то растительного сырья, выход его составляет от 10-12% до 2-3% по отношению к массе сырья, которые мы используем для его получения. Кроме того, ученый подчеркнул, что в России не так много предприятий, которые занимаются активированным углем. С этой точки зрения будущее производства выигрышно. Добавим, что алтайский абсорбент планирует производить на базе предприятия в Шипановском районе. Фонд развития промышленности уже принял решение поддержать проект. Сумма господдержки 525 миллионов рублей. В Барнольской колонии готовы нарастить производство мебели. Так, руководство мест не столь отдаленных отреагировало на идею замещения продукции всемирно известной зарубежной компании. Валентина Аскерова посмотрела, что готовы предложить рынку мастера в робе и готовы ли будут к этому покупатели. Производство шкафов, стульев, тумбочек уже поставлен на поток. Правда, пока не массово. Осужденные отрабатывают частные заказы и муниципальные контракты. Изготавливают мебель для самих колоний, алтайских школ и медучреждений. В производственном цеху ЛИУ-1 работают пять нарушителей закона. За прошлой неделю мы сделали порядка десяти шкафов. На сегодняшний день изготовили 26 стульев, упаковали. Качество, я могу сказать, что высокое здесь, за этим как бы мы следим. На сегодняшний день в Барнаульской колонии ежемесячно продают мебель на 1 миллион рублей. Но могут и больше. Если придется замещать мебель из Икея, о чем сейчас активно говорят СМИ, то однозначно потянут. Есть оборудование и руки. Кстати, мебель, которую производят в колонии, не только качественная, но и проста в сборке. Она очень проста в сборе. То есть найдет как в разборном виде, упакованная по элементам с инструкцией, как она собирается. Как обычно, просто мебель в любом. Пришли в магазин, купили, там есть инструкции, вы сами собрали. Любой потребитель. То есть получается, инструкцию вы тоже какие-то... Если продукция осужденных массово выйдет на российский рынок, возникает вопрос, не отнесутся ли покупатели к продукции скептически. Будут ли ее покупать? На этот вопрос рассуждает любитель продукции шведской компании. Никто не будет делать по дизайн-проектам и макетам шведской компании. Поэтому вряд ли они смогут выйти тоже на этот уровень. Но в плане того, что это делают зэки и какое-то предвзятое отношение, это, наверное, этого не будет. Такая разница, кто сделал. Главное, чтобы работало. Барнаульские маркетологи говорят, идея замещения иностранной мебели товарами осужденных сама по себе хорошая. Вот только есть нюансы. Только Икею этим заменить нельзя. Просто потому, что Икея – это не равно производству мебели. А у ФСИНа получается именно так. То есть Икея – это производство мебели. А Икея – это технология продаж и технология логистики. Очень продвинутая на самом деле. Поэтому я не думаю, что УФСИН способен это заменить. Ушедший с российского рынка шведский гигант предоставлял огромную площадку и решал за производителя вопросы логистики, рекламы, доставки к потребителю. Может ли УФСИН предложить не только качественную мебель, но и особенный подход к делу? И могут ли другие российские предприятия стать альтернативой зарубежным производителям? Пока большой вопрос. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Стеллу города трудовой доблести установят в Барнауле в начале ноября. Сейчас на месте ее размещения идут первые строительные работы. Их ход оценили участники выездного совещания во главе с мэром Барнаула Вячеславом Франком. Высотой в 32 метра из металла с облицовкой прокатной сталью и лазерным нанесением фрагментов архивных фотографий. Установить Стеллу в честь трудовых подвигов барнаульцев в годы Великой Отечественной войны два года назад инициировала партия «Единая Россия» и Городской совет ветеранов. И уже в этом году памятная конструкция должна поразить своим величием и оформлением. Во многом этому будет способствовать место размещения Стеллы – Нагорный парк, что находится на возвышенности. По решению секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака было однопартийцами запущено голосование по месту нахождения этой Стеллы. И вот более 75 тысяч барнаульцев высказали свое мнение, что эта Стелла должна находиться в Нагорном парке. Собственно, решение наших горожан послужило выбором места, где будет установлена эта Стелла. Высокий и сложный по конструкции объект изготавливает Московский завод. Аналогичные заказы он получил от 20 российских городов, что удостоены звания трудовой доблести. Как только металлоконструкции будут готовы и доставлены в Барнаул, начнется их монтаж. А пока на месте размещения Стеллы начался первый строительный этап. Сейчас идут земляные работы, подготовка фундаментов. Сейчас будет бетон. После бетона появятся специфичные закладные для монтажа этих самых металлоконструкций. А дальше благоустройство. Благоустройство площадки включают подсветку и озеленение. Новое памятное место, говорят его авторы, оформят достойно. В будущем здесь будут проводить разные мероприятия и греметь салюты на День города, также 1 и 9 мая. Я думаю, что это возврат, плата, может быть небольшая, но плата долга перед ветеранами и тружениками, которые дали нам возможность дальше жить, развиваться. Правда, к предстоящему Дню города, что пройдет 3 сентября, Стеллу еще не установят. По всем прогнозам, памятная конструкция возвысится при въезде в Краевую столицу в начале ноября. Елена Макаренко, День с толком. Сегодня в мире отмечают День одиноких работающих женщин. Это неофициальный праздник, был создан в Америке в 2006 году в поддержку женщин, которые выбрали карьеру и собственное профессиональное развитие основной целью в жизни. А вот что думают об этом Дне Барнаульцы. Вы что-нибудь знали про этот праздник? Нет, не знал. А как вы думаете, кому он посвящен? Не знаю, честно. Как должна праздновать этот День женщина? С красным вином обязательно, с пресс-вечах. Главная мечта таких женщин? Наверное, найти мужчину, чтобы сидеть дома. Надо каждому мужчине испортить жизнь и выйти за него замуж. Заработная плата мужчины и женщины, как правило, она одинаковая или разная? Зависит от профессии и от времени, сколько работает. Если, допустим, профессия одна и та же, допустим, педагогика, то там одинаково. Если нет, то, ну, говорю, от профессии, допустим, шахтер будет получать больше, чем женщин, банально. Конечно, несправедливо, когда зарплаты маленькие, когда человек достоин большего, когда он вкладывает туда и силу, и душу, и его не оценивают ни по каким параметрам. Это, конечно, да, это стыдно. В Барнауле открылась персональная выставка художника Ларисы Пастушковой «Продолжение». Она посвящена двойному юбилею, личной круглой дате и 50-летию творческой деятельности. В конце мая Пастушкова ознакомила зрителей со своими графическими работами на выставке «Начало». Теперь же на суд публики представлены живописные полотна. Наша съемочная группа уже познакомилась с творчеством художника. За 50 лет творчества у известного алтайского художника Ларисы Пастушковой размышлений накопилось немало. И поселились они в картинах. Автор словно предлагает зрителю остановиться и заново прочувствовать этот разноликий мир. Красочная Индия, таинственный Восток, современная Европа и загадочная Латинская Америка. Впечатления от многолетних путешествий легли в основу живописи художника. Первая страна, где я была, это была Монголия. Она меня настолько поразила, и настолько она показалась мне другой жизнью, что я не могла не откликнуться. Но есть то, что объединяет не только все страны, но и народы. Черный квадрат – тот, что изобрел еще Малевич, уверяет художница. Сегодня мог бы стать символом эпохи. Черный квадрат – это символ нашего времени. Мы все смотрим в черный квадрат. Несмотря на то, что он круг или прямоугольник, или какая-то другая форма. Но вот это меня уже давно очень сильно интересовало. Весь мир заражен вот этими цифрами, цифровой системой. Свою первую выставку «Начало» Пастушкова представила еще весной, как художник-графист. Именно с этого она и начала свой творческий путь. А в этих ярких полотнах автор видит свое продолжение. Усиливают философскую составляющую картин необычные вставки-комментарии. Где живописец иносказательно донесла до публики свои мысли по поводу жизни и своего дела. Познакомиться с работами Ларисы Пастушковой можно до 28 августа в музее «Город». Валентина Аскерова, Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...